Россия со своим деревянным решила потягаться с Китаем в отказе от доллара Экономика Курс валют 25 ноября 8.26 Россия со своим деревянным решила потягаться с Китаем в отказе от доллара Валюта США в нашей стране главнее собственной Антон Чаблин Комментарии в просмотров 11 049 Фото AP slash ТАСС материал комментируют Андрей Перекальский Евгений Каган Рубль может всерьез пошатнуться к Новому году Потенциал факторов, которые поддерживали национальную валюту в стабильности Уже полностью исчерпан, а вот внешних экономических шоков хоть отбавляй Пожалуй, серьезнее всего на курсе рубля сегодня сказывается торговое противостояние США и Китая Не успел американский президент Дональд Трамп похвалиться в интервью Будь то бы переговоры об урегулировании внешнеторговых противоречий между двумя сверхдержавами идут хорошо Как в Южно-Китайском море произошел очередной предвоенный инцидент Американские военные корабли демонстративно прошли в Южно-Китайском море близ островов, которые Китай считает своими Китайский МИД был вынужден выразить американской стороне решительный протест и сделать строгое дипломатическое представление Если подобные инциденты будут продолжаться и впредь, вряд ли придется говорить о мирном сосуществовании двух сверхдержав А пострадавшей в их противостоянии окажется Россия, экономика которой, к слову, в восьми раз меньше китайской и в двенадцати раз меньше американской Читайте также Власть заставит россиян отказаться от доллара Политика Центробанка такова, что в банках должны остаться только рублевые вклады Американский доллар это оружие СП Россия все больше тяготеет в пользу Китая Путин называет ее экономику более стабильной, чем американская Центробанк покупает юани Наши экспортеры в расчетах переходят на юани То есть в глобальной торговой войне мы сделали свою ставку В мировом масштабе усиливается тенденция к дедоларизации Этот процесс тесно связан с набирающей обороты деглобализацией И то, и другое является ответной реакцией на постоянные злоупотребления со стороны США Разъясняет ведущий аналитик финансового института научных исследований Современного трейдинга Андрей Перекальский Американцы используют мировую финансовую и валютную системы Сложившиеся после Второй мировой войны Для недобросовестной конкуренции и в качестве орудия политической борьбы И до недавнего времени им это неплохо удавалось Поскольку изначально они системой были заточены на американский доллар И обслуживание американских же интересов Но сейчас такой порядок вещей перестает устраивать слишком многих игроков на мировой арене СП, в первую очередь, конечно, Китай В дедоларизации особенно заинтересованы те страны У которых, по разным причинам, не сложились отношения с США Для таких стран у минусов в дедоларизации практически нет А плюсы очевидны – защита своих интересов от американского произвола И возможность проводить более независимую политику во всех сферах По мере углубления процесса дедоларизации усиливаются позитивные тенденции в экономике Например, диверсификация и импортозамещение И становится более устойчивой национальная валюта Но полностью избавиться от доллара в ближайшие годы не получится Хотя скорость процессов дедоларизации, деглобализации и перехода к многополярному миру Без финансовой и экономической гегемонии США будет нарастать по мере того, Как все новые и новые страны будут становиться на этот путь На отказе от доллара Россия попала на доллар 5 миллиардов Противостояние России и США разворачивается не только в военном плане Через прокси войны в Сирии и Украине, но и в экономике Россия одна из тех стран, которая выступает апологетом сокращения мировой экономики От диктата американского доллара Рассуждает в интервью свободной прессе руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Каган Ввод санкций против российских госкорпораций И в недавнем прошлом на новые выпуски гособлигаций, номинированных в иностранной валюте Обнажили риски заморозки управляемых Центробанком и правительством активов В золотовалютных резервах и Фонде национального благосостояния С которыми пришлось считаться СП, ну, и в силу геополитических причин мы сегодня делаем ставку в пользу китайской валюты Действительно, выходом из ситуации стало сокращение доли доллара в пользу не только юаня, но и евро Согласно данным Банка России, в структуре золотовалютных резервов доля доллара за год К концу первого квартала 2019 года, данные раскрываются с опозданием Сократилось с 43,7% до 23,6% Деревянный приговорили В 2024 рубль спекирует на доллар Минэкономики Считает, что 30% внешней торговли РФ нужно вести за российскую валюту СП, плохо это или хорошо, такие метания между валютами Снижение рисков потери средств Никто не может дать гарантии, что Россию не поставят в один ряд с Ираном Венесуэла и КНДР, оказалось затратным Как следует из отчетов Центробанка по управлению валютными активами Основную часть юаней, доллар 55 миллиардов Он купил в первом полугодии 2018 года Когда курс китайской валюты колебался вблизи двухлетних максимумов 6,2 вопросительный знак 6,4 юаня за доллар А сейчас под давлением торговых войн курс перешагнул через психологический рубеж в 7 юаней за доллар Иными словами, Банк России попал как минимум на доллар 5 миллиардов СП, с евро мы тоже прогадали Да, потери были зафиксированы и по переоценке евро ввиду снижения курса В то же время краткосрочные потери могут быть сглажены в более длительной перспективе в США Из-за налоговых послаблений Трампа бюджет сводится с дефицитом в доллар 1 ТРЛН Что в обозримом будущем поднимет долговую нагрузку страны до уровня Греции А американский Центробанк запустил печатный станок, который работает сейчас быстрее, чем в годы кризиса СП, ну а Россия что с этого получит? Думаю, полностью от долларов избавиться не удастся, да и в этом нет особой нужды Россия сохраняет тестные внешнеторговые связи с США На США пришлось 2,8% всего экспорта и 5,3% импорта Пятое место по торговому обороту И здесь для совершения операции нужны доллары Большая часть внешнего долга доллар 471,6 миллиарда Номинирована в американской валюте ЦБ будет вынужден держать часть золотовалютных резервов в долларах для того, чтобы в случае нарушения финансовой стабильности Утолить голод в долларах Новости России Пожилая москвичка скончалась после угроз коллекторов